Около 80 тысяч сеянцев сосны высадили люберчане в рамках акции «Наш лес». Для посадок был выделен участок в поселке Октябрьский. Кроме того, деревья и кустарники сажали во дворах округа и на территории образовательных учреждений. Как проходила масштабная акция, расскажет наш корреспондент. Традиционная осенняя акция «Наш лес» с самого утра собрала люберчан на благое дело. Главная площадка сегодня развернулась вблизи Октябрьского. Только представьте, здесь на 20 гектарах земли высадят 80 тысяч молодых сосен. Экологическая акция «Наш лес – посади свое дерево» проводится в Подмосковье с 2013 года. С каждым разом количество людей, желающих принять участие в массовой посадке деревьев, только растет. То, что мы делаем, это хорошее дело. Это инициатива нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Я вам скажу, сегодня акция проходит по территории всей Московской области. И, конечно же, в эту акцию весомый уклад внесет и наш Люберецкий городской округ. И действительно, только по скромным подсчетам, к акции «Наш лес» в этом году присоединились более 10 тысяч жителей Люберецкого округа. Большинство из них – молодежь. Мы студенты Гагаринского техникума, и мы приехали сюда посадить деревья. Сажать деревья – это очень важно, потому что они поддерживают экологию планеты, очищают воздух от грязных веществ. Коллективы местных предприятий и представители силовых структур, сотрудники Люберецкой администрации и местной общественной палаты. Все, как и один, приехали в Октябрьске, чтобы восстановить погибший от караеда лес. Каждый в этот день может посадить свое дерево, поставить табличку о том, что он приходил, приучить к этому своих детей, родных и близких. Достойный пример, как нужно любить нашу родину реальными делами. И это оставляет память о нас всех. И я уверен, что тот лес, который мы сегодня посадим, первый лес нашего городского куколюберца в полном формате, взрастет, будет радовать нас, наших жителей. И, конечно, сам глава городского округа Люберцы приложил усилия к восстановлению леса. Вместе с ветеранами и детьми он лично высадил десяток сеянцев сосны. Если ты построил дом и завел семью, осталось правильно посадить свое дерево. А таких желающих сегодня тысячи. Среди них работники социальные, работники простые и талантливые скульпторы. Здравствуйте. Расскажите, что сегодня вы сделаете здесь? Мы делаем нашу жизнь лучше, а нашу землю богаче. И непосредственно наш Люберецкий округ будет еще больше в хойных лесах. Сажать маленькие сенцы сосны очень просто. Поэтому с этим проблем ни у кого не возникло. Сделал ямку, поместил в нее деревце, притоптал землю. С такой задачей и сотрудник телеканала справится, и даже маленький ребенок. Сажать деревья, чтобы лес стал больше, а деревья рубли, чтобы бумагу делать. Весь инвентарь участники акции получили на месте. Так же, как и питательный обед с полевой кухней для тех, кто хорошо потрудился. И, как говорится, с песней и труд спорится. За хорошее настроение в лесу отвечали музыкальные коллективы. Во время экологической акции «Наш лес» молодые деревья появлялись по всей территории городского округа. Все, первое дерево посадили. На придомовых территориях и вблизи образовательных учреждений жители посадили более 1300 саженцев хвойных и лиственных пород. В акции были задействованы все поселки Люберецкой земли. Честно сказать, хочется, чтобы поселок зеленый был, хочется, чтобы побольше деревьев было, чтобы дети дышали. Мы живем в нашем поселке, мы должны ухаживать за ним как-то, не знаю, это же для нас, для наших детей. По традиции акцию «Наш лес» поддерживает общеобразовательное учреждение городского округа Люберцы. Сейчас мы находимся в седьмой школе. Здесь впервые пройдет акция «Вишневый сад». Новые деревья посадят бывшие выпускники-медалисты учебного заведения. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Аганесиана Анна. Я выпускница 2016 года. И я очень рада присутствовать здесь. Аллею медалистов высадили отличники, которыми особенно гордится образовательное учреждение. Природу нужно беречь. Это на своем примере они показали сегодняшним школьникам. Вишневые деревья сажала также и Виктория Бунтина, начальник управления образованием. Нужно, в общем-то, оставить и себе добрую славу. И, конечно, посадить вишневый сад, это просто прекрасно украсит и территорию самой школы. Ну, а я уж не говорю о памяти, которая сохранится от этих ребят. Считается, что если человек посадил дерево, то он совершил добрый поступок. Ну что ж, сегодня благим делом занялись тысячи жителей городского округа. По традиции, акцию «Наш лес» поддержали сотрудники ЛГЖТ. Лично мне, как для руководителя, имеет огромное значение, потому что мы выполняем, во-первых, областную программу ежегодную, во-вторых, пожелания жителей. Вот это самое главное. Мы уже каждый год по новым адресам, увидите, сколько народу. На этот раз сотрудники ЛГЖТ высадили около двухсот деревьев по всему городу. В этом добром деле им помогали жители Люберец и представители власти. Некоторые из них прекрасно разбираются в садоводстве. Это багряник японский. Порода в наших краях очень хорошо приживается. Питомники, которые закупали эти деревья, нам сказали, что они переносят и зиму хорошо, несмотря на то, что в названии имеется слово «японский». Кроме японских багряников на улицах Люберец также появились молодые красные клёны. А чтобы молодые саженцы прижились, за ними будут следить сотрудники ЖЭО. Всего в городской черте в акции «Наш Лес» поучаствовали 4,5 тысячи жителей. Мы посадили дерево! Анна Троян, Луиза Егизарян, Никита Скраган, Дмитрий Шарапов и Дмитрий Родзянко. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Продолжение следует...